Всем привет уже мои зрители и здорово подписчики с вами Константин и сегодня у нас очередной обзорчик по космическим кораблям Star Citizen Звездный гражданин, на повестке у нас транспортный военный корабль Envil Valkyria Его длина 44 метра и он способен перевозить очень большое количество пехоты и также некоторую военную технику Также по функционалу для майнинга в некоторых случаях он тоже полезен и мы об этом сегодня поговорим Поговорим и о его тактико-технических характеристиках в цифрах и обсудим его боевые возможности Потому что при экипаже, ребята, 7 человек, он способен выдавать очень высокий ДПС Давайте не будем терять время и начнем его осматривать изнутри и обговаривать его функционал Потому что игра в Альфе и многие возможности кораблей еще не раскрыты, они еще только пилятся Вот так вот он выглядит, мы сейчас на Деймаре, тут солнечно и красиво И корабль тоже красивый Честно признаюсь, я люблю корабли более монолитные, плоские, в которых не торчит ничего в стороны Как у многих кораблей Здесь немножко торчит, но оно так в глаза не бросается, когда вы от третьего лица на него смотрите Он больше на тарелку похож, такую вытянутую А когда у вас, допустим, вангард, я не люблю, у него все торчит в разные стороны У Катласа все торчит Ну это как бы чисто мое мнение субъективное Так, открываем рампу Обратите внимание, с какой скоростью открылась рампа Это логично У корабля с такими возможностями, которые перевозят транспортный военный корабль Он перевозит большое количество пехоты и техники какой-то военной или не военной Поэтому хорошая гидравлика в момент, когда по вам ведут огонь Вы быстро садитесь на какую-то поверхность или станцию Вам нужно быстро высадить большое количество людей И отработка гидравлики здесь, конечно, изумительная Главное смотрите, чтобы вас не прищемило где-нибудь здесь Теперь, когда мы внутри Валькирии Можно порассуждать над тем, что мы здесь наблюдаем Игра еще в Альфе, напоминаю И многие механики кораблей не раскрыты до конца Они еще пилятся К примеру, вот здесь написано Ребята, смотрите, caution done not abstract То есть, внимание, не занимать Так как этот корабль транспортный И возит много пехоты и некоторую технику Я предполагаю, что он и десантным кораблем будет тоже И здесь, допустим, на этом месте, как я предполагаю Может размещаться какой-либо груз В каких-то контейнерах И когда рампа будет в воздухе открываться Ее может по направляющим, электроприводам Или же парашют будет раскрываться Будет стягивать наружу И десантировать вместе с пехотой С десантниками Это как один из вариантов Если у вас есть другие мысли по этому поводу Обязательно напишите про это в комментариях под этим видео Также второй вариант Я предполагаю, что это будет какой-то люк И здесь будут десантироваться Пехотинцы в экзоскелетах Или же в мехах в каких-то роботах Маленьких Или же там еще что-то Как вариант Потому что в Сквадрон 42 уже давно Разрабы анонсировали этих мехов и экзоскелеты То есть это в игре будет Как вариант Здесь, ребята, вот открытый шлюз Смотрите Это один из С той стороны такой же самый То есть при посадке Нужно будет прикрытие Нашим десантникам и пехотинцам Здесь у нас пулемет первого уровня То есть здесь можно занимать позицию Одному игроку Вообще нужно 7 человек Чтобы занять все турели И все пулеметные установки С той стороны то же самое Видите? Но здесь еще есть один небольшой бонусик Когда у вас это открывается Вы можете обстреливать землю Это я все потом покажу Когда будем боевые системы рассматривать И еще есть здесь вот такая Интересная штука Полочка То есть я могу попасть в корабль Подойдя сюда Пробелом потыкать Опять пробел И я заложу внутрь корабля Мне не нужно при этом открывать рампу Вот это очень круто сделано Реализовано Очень интересно Можно это пока закрыть Также по поводу того, что По поводу моих мыслей Что это может быть еще и десантный корабль Здесь, смотрите, есть мигалки С этой стороны, где будут выходить люди Вон, видите, сейчас мы туда пойдем дальше И с этой стороны есть мигалка Вот Я сам прыгал под такие сигналы Когда в армии служил У нас был громкий сигнал С Ил-76 И тоже мигалки всякие там желтые Мигали Я так предполагаю Это сделано именно потому, что это будет десантирование И не только сигнал будет подаваться Когда корабль будет на земле И люди будут под этот сигнал быстро выбегать Это тоже как бы мои мысли Это точно неизвестно сейчас никому Вот Так, ну что, давайте проходим дальше Теперь Здесь у нас лестница То есть Это у нас не лифт И это более надежно, я считаю Потому что лифт при будущих системах поломок кораблей Может выйти из строя Когда будет перенагрузка Или там энергосистема И все остальное Лестница Это всегда надежно Вы сможете попасть на второй ярус Но мы пока туда не пойдем Давайте осматривать первый Давайте посчитаем Сколько здесь сидений Раз, два, три, четыре, пять С другой стороны аналогично То есть Десять пехотинцев может здесь размещаться Мы можем даже сесть на это место Все у нас работает прекрасно Вот, все Чики у нас, видите Сразу опустилась Как это называется Опустилась Фиксация Будем так называть Мой корпус зафиксирован Чтобы при больших перегрузках Я не получил травму Вот И здесь то же самое, ребята Если заходить с этой стороны У нас тоже здесь Двадцать посадочных мест И здесь можно разместить Еще десять пехотинцев То есть Двадцать пехотинцев Или двадцать десантников Можно размещать Это не считая Семи человек экипажа Которые занимают Две пушки первого размера Две турели В которых по две пушки Третьего размера И сам пилот Который может вести огонь Двух пушек Второго размера И еще есть турели Справа и слева На кораблях По одной пушке Третьего размера Это еще два человека Сейчас мы дальше Потом посмотрим То есть Представляете Да, что это такое вообще Что он может делать Этот корабль Сколько народу Может привести Так, заходим Здесь у нас, ребята Дальше размещается турель Здесь Какие-то у нас будут Размещаться Ну я уже говорил Если корабль доведен Золотого стандарта Все квантам драйвы Все щиты И все остальное оборудование Оно будет прятаться Вот так вот в панелях Здесь еще как бы Это не открывается Но где-то здесь В корабле Эти панели будут открываться И там будут размещаться Квантам драйвы Щиты Кулера И все остальное То есть здесь места Для этого хватает Корабль еще допиливают Вот Здесь у нас турель Ребята Нижняя Давайте займем положение В ней сразу Походу будем обозревать Тогда и турели Обратите внимание На обзор Как здесь круто Так Сразу Power on Смотрите В принципе Эта турель Способна Обозревать Полностью Низ Весь низ Если вам нужно Вести огонь По земле И кто-то от вас Убегает Или скрывается У нее Обзор Практически Стопроцентный Естественно Шасси эти будут То есть Лапы и опоры Будут убираться С ними проблем Не будет Они не будут мешать Если вы будете лететь У него две энергетики Стоит сейчас Конечно же Это все можно Заменить на Баллистику И мы сегодня В тактико-технических Характеристиках Когда будем Рассуждать О цифрах Считать Мы поставим Баллистику Те же тарантулы И посмотрим Какой общий ДПС Урон в секунду При наличии Семи человек Этот корабль Может выдавать Корабль небольшой Маленьких размеров Но у него За пушками Может находиться Семь человек То есть это говорит о том Что они одновременно Почти всегда Смогут стрелять Все Если огонь Будет вести По одной цели По большому Хамархайду Допустим Или еще По Идрису То есть Работать могут Почти все Одновременно И в том числе И пилот Потому что корабль Сам по себе Маленький Если взять Какой-то огромный Корабль Капитального класса Тот же 890 Джамп Или же Не знаю Карак То там В турели Ребята Смогут работать Конкретно Когда если Враг С одной стороны Враг С другой Стороны И остальные Турели Чисто Часто Помочь Не смогут Валькирия Она так Спроектирована Что Зона Обстрела У всех Она Хорошо Располагаема Вот Ну раз Мы сидим В турели Напоминаю На кнопку Кью Есть режим Мы Можем Убрать Вектор И управление Турелью Теперь Слушается Конкретно Мышки Как вы Мышку Ведете Так Турель И ведется Если вы Нажимаете Кью Еще раз У вас Появляется Режим С вектором То есть Вы Дернули Мышку Влево Можете Рук Убрать И Мышка Турель Будет Сама Крутиться По Этому Вектору И я Так Предполагаю Это Сделано Для тех Кто Играет На Джойстиках И возможно Вот Так Если Нажать На Икс Еще Включается Такой У нас Гиромод Вот Гиромод Это Гиромод О том Что Когда Пилот Будет Вести Огонь От Своих Пушек Двух Двушек Двушек Прозвучало Как Сами Знаете Про Что Две Двушки Ладно Вот Энергетические Две Двушки Вот То Ваша Турель Она Будет Зафиксирована По Отношению К вам Куда Прицелились Она Не Будет Вестись За Кораблем То Есть Вам Самим Будет Легче Стрелять Если Вы Чувствуете Неудобства Когда Ваш Пилот Финти Пляги Всякие Делает Бочки Крутит И все Остальное Вы При Этом Не Можете Прицелиться Вам Тяжело Включайте Гиромод И Тогда Вы Сможете Более Стабильно Попадать Эффективность Попадания Будет Выше На Поддерживаем Y И Вылазим Заранее Прощу Ребята За Некоторые Подтупливания Потому что Я с ночной Смены Больше Суток Не Спал И Мне Тяжело Формулировать Сейчас Свою Речь Но Делать Надо Делать Надо Потому что Сами Знаете Надо Вот Все Первый Этаж Мы Обозрели Возвращаемся Для того Чтобы Подняться По Лестнице Наверх Что У Нас Наверху А Наверху Ребята У нас Уже Конкретно Места Для Экипажа Самого Корабля Десанты Пехоты Они Пришли И ушли И Всегда Разные Вот Как бы А вот Экипаж Он По сути Здесь Должен Еще И Жить И Размещаться Смотрите Ой Нет Не надо Не надо Ни сюда Ни сюда Ни сюда Зацепился За лесенку Вот эту Фигню Тоже Разрабы Скоро Пофиксят Уже Возможно В 317 2 Этого Не будет Когда Игрок Прилипает К Как бы Игру В постоянную Вселенную Вы Заспавнитесь Именно На этой Кровати А ваш Корабль Может быть В том Месте Где Вы Оставили Или Если Ребята Которые С вами Играли Угнали Этот Корабль В другое Место Вы Все равно Встаете На этой Кровати Взаимодействие Так Идем Дальше Напоминаю Вот это Турели Ребята Так Давайте Сразу Зайдем Посидим В верхние Турели Какой У нее Обзор Так Сразу Включаем Здесь Она у нас Включается Вот здесь Разные Турели По-разному Включаются Обзор Тоже Великолепный Вся Площадь Полностью Простреливается Верхняя Вся Плоскость Да Проблем Никаким Никаких С этим Нет Две Тройки Можно Поставить Баллистику Опять же Повторюсь Маленькие Размеры Корабля Позволяют Нам Вести Огонь По большим Целям Всем Вместе Практически Почти Все Смогут ДПС А если Был большой Корабль С таким Количеством Огневых Точек Конечно Было бы Уже Не Камильфо Так Смотрим Что у нас Здесь Так Ванну Туалет Ходили Здесь У нас Забыл Сказать Ребята Автомат В общем Место для приема Пищи И приготовления Крюфуд Атис Здесь у нас Будет Кофемашина Типа такого Вот Это сделано Реализовано Круто Дистанционные Турели Ну тут Конечно По одной Тройке Стоит На левом Борту И на правом Борту Но то Что Сам пилот Более Защищенный Это круче То есть Не пилот А оператор Турели Будем так Называть Это будет Правильней Где у нас Тут активация Power Он Вот здесь Мы Активировали Сначала Удаленные Турели Сначала Активируются А потом Вы уже Нажимаете Inter Remote То есть Уже Прицеливание Идет Само Все Вот наша Турель Тоже На Q Нажимаем Можем мышкой Управлять На X У нас Гера Мод Есть Вот И работаем С одной Тройки Естественно Все это Дело Можно Заменить Посмотрите Какой Шикарный Просто Обзор Когда вы Сидите В любой Турели У вас По-любому По краям И посередине Что-то Мешает У вас Это Сама Текстура Турели Сама Эта Будка Как Назвать Сама Капсула А здесь Все Полностью Открыто И Единственное Что я Не могу Заворачиваться В сторону Корабля Это Понятно То что Это Это Фронтовая Вот Давайте Посмотрим С той Стороны Аналогичная Турель Я Уже Посижу Сегодня Во всем Чтобы было Более Обзорно И Проверим Все Ли Работает Так Зафиксировались Здесь Мы Включаемся А то Сейчас У многих Кораблей Поломали Турели Вот Геркулеса С2 Поломали Удаленную Турель Ну я Надеюсь 3.17.2 Уже На днях Все Исправят Все Такое же Самое Здесь Это Чудо Представьте Бегает Какой-то Чухан И Вы Ловите Или Какую-то Технику Обстреливаете Потому что Тройка Для Наземных Боев Это Уже Больно Даже Для Какой-либо Техники Даже Для Того Танка Тройка Это Больно В общем Круто Так Теперь Осталось Дойти До Пилота Для Этого Продолжим Движение Вниз По Ступенечкам Здесь У нас Двери Активируем Смотрите Какие Они Толстые Пилот Должен быть Защищен Да Потому что Набредни В корабле Может быть Всяких Хватать Все Таки 20 человек Только Пехоты Занимаем Место Пилота И Смотрим Как Располагаются Экраны По Отношению К пилоту По Функции Удобства Смотрите Очень удобно Большой Экран Слева Справа Здесь Состояние Вашего Корабля Здесь Состояние Вашего Врага Или Какой-то Выбранной Цели Все На виду И Не надо Удерживая З Крутить Головой Чтобы Найти Как бывает В некоторых Кораблях Вверх Смотришь Здесь У нас Слева Справа Тоже Торчат Турели В принципе Дошел Турели Простите Экраны Достаточно Очень Обзорно Там Уголки Только Закрыты Допустим Здесь Можно Разместить Энергетический Треугольник В Пауэр Зайти Вот он Чтобы он Был Всегда На виду Напоминаю Да У нас F5 Это У нас Вся Энергия Пошла На Энергетические Виды Вооружения F6 Это Вся Энергия Пошла На Двигатели F7 Вся Энергия Пошла На Щиты F8 Удерживая Это Баланс Баланс Энергии Если Вы Работаете С Энергетики Или Жас Баллистик И Вы Должны Для Себя Знать Что Вам Лучше Использовать В Бою Я Думаю Про Это Я Прожимаем Weapons Дальше Скроллимся На Ганс И Вот У нас Две Пушки Всего Понятное Дело Я Здесь Как бы Ничего Делать Не Буду Все На Левую Кнопку Мышки Это Нули Если Я Захочу На Правую Кнопку Мышки Поставить Мне Нужно Здесь Сделать Левой Кнопкой Мышкой Прожимаем Получается Единички Все Пушки Теперь Отрабатывают От Нажатия На Правую Кнопку Мыши Ну Это Может Кому То Удобно Будет Вообще Когда Вот Допустим На Примере С Хорна Там 6 Пушек Я Все Ставлю На Левую Кнопку Мыши Чтобы В бою Работать Одной Кнопкой Со всех Стволов Лупить На Там Распределено На Две Кнопки То Есть Для Вас Это Может Быть Удобным Как И Для Меня Вот Также Есть Еще В Игре Бак Сейчас На Данный Момент Бывает Иногда Вы Купили Новый Квантум Драйв Или Новый Корабль И Он У Вас Не Хочет Квантовый Дверь Прыжок Делать Не Калибруется Метка Тупо Нету Квантового Двигателя Как Будто Для Этого Просто Нужно Иногда Включить Потому Что Он Багуется И Не Включается Надо Вам И Вам Здесь Просто Нужно Заскроллиться Найти Свой Своё Оборудование Которое Не Работает И Нажать Кнопку Power Если Оно Не Подсвечено Голубым Если Я Нажму Сейчас У Меня Этот Трастер Фронт То есть Щит Отключится Да Вот У Вас Должно Подсвечено Быть Все Голубым Ну Это На Будущее Бывает Так Ну Что Давайте Проверять Перелетные Характеристики Кораблика Да Давайте Еще Постреляем У нас Чтобы Вы Видели Что У нас Две Двойки Спереди От Пилота Стоит Вот Так Это Все Выглядит Генератор Силовая Установка У корабля Достаточно Мощная Потому Что У нас В запасе Двух Двоек 126 Выстрелов До Перезарядки То есть Неплохо До Кулдауна У Некоторых Кораблей У тех же Легких Истребителей Чтобы Понимали Там Средних Может Стоять Генератор Первого Размера А у Допустим У корабля Побольше Второго И третьего Размера Соответственно Здесь у вас И количество Выстрелов Будет Тоже Меняться У генераторов У силовых Установок Первого Размера Как бы Будет Меньше Выстрелов До Кулдауна До Перезарядки До Остывания Будем Так Говорить Вот Имейте Ввиду Одни Те же Пушки До Перезарядки Вот Все Давайте Теперь Обсудим Улетные Характеристики Для этого Нажимаем Пробел И взлетаем Отрыв От земли Очень хороший Очень мягкий Валькирия Вообще Очень мягкая Сама По управлению Мне на Этим И нравится И есть У нее Такая Фича Как есть Допустим У катласа И у Геркулеса У них Не всяких Кораблей Она есть Нажимая На кнопку К Мы видим Как у нас Трансформируются Наши Трага Усиливается Мы можем Быстрее Садиться И быстрее Отрываться От земли Это Очень хорошо Будет Использоваться В будущем Когда будут Планеты С высокой Гравитацией Или когда Эту механику Лучше Допилят И есть Бывают Ситуации Когда уже Сейчас Большой корабль Тот же Реклеймер Его оторвать От земли Очень сложно И при Трансформации Двигателей Вот сейчас Как у Валькирии Мы сможем Оторваться От земли Проще И можно Это использовать При посадке Конечно же И взлете Вот Все Делаем Назад Потому что Сейчас Уже лететь По вертикальной Траектории Нам будет Медленнее И сложнее Возвращаем Двигателя Нажав кнопку К В исходное положение Нажимаем кнопку Н Для того Чтобы убрать Лапы Опоры Все И давайте Сразу на максималочку Посмотрим Как он Разгоняется В атмосфере Спутника Выкручиваем На максимум Колесико И на С Включаем Круиз Контроль И шифтом Ему Помогаем Разогнаться Рыскание мышкой Проверяем Немножко Разогнались Опять Нажимаем На С Чтобы Снизить Скорость И проверяем Как мы Маневрируем Рыскание мышки У нас В принципе Разворот Достаточно Ловки Для корабля Такого Размера Конечно Это не Истребитель Но Пилоту Задавать Бой В принципе Можно Почему бы и нет Напоминаю Для тех Кто не знает Как включать Основной Сканер Кнопка В Во всех Кораблях Так А потом Удерживая Кнопку Мыши Левую Вы сканируете То что вам Надо Уже так По ходу Сказал Чтобы И по управлению Было Немного Понятнее Людям Вот Из плюсов По управлению По двигателям Он очень Хорошо Разгоняется Смотрите Как он Идет Из атмосферы Вылетает Из атмосферы Вылетать Тяжелее Чем В космосе Разгоняться И разгоняется Очень даже Неплохо Мы уходим В космос Это Из плюсов Неплохое Рыскание Проверяем Его На Крен Влево На Е Кнопку Крен То есть Вправо Простите Теперь Влево На Кю Кнопку Крен Очень Хороший Крен Бодрый В сравнение Со Многими Кораблями Вот Стрейф Вбок Стрейфует Тоже Очень Хорошо У него Боковые Трастеры Видите Вот они Светятся С этой стороны Когда я Стрейфую В другую Сторону Они активируются С этой стороны То есть В бою Это все Решает Но Опять же Это не Истребитель Не боевая Машина Он не для Длительных Боев Если вы В соло Вы можете Поразить Какой-то Мелкий Истребитель Подсагаться С ним Даже Какой-то Средний Истребитель Потому Что У вас Всего Лишь Две Двойки Ребята Это Ну Это Будет Долго И Не Такие Вы Уже И Маневрены И Быстрые Чтобы Схлестнуться С чем-то Очень Мелким Как бы Это У вас Может Убить Много Времени Вот Но Когда У вас 7 Человек Повторюсь В третий Или Четвертый Раз К вам Лучше Вообще Не Подлетать В принципе Мелким И Средним Истребителем Потому Что Покусают Очень Больно Особенно Если Стоит Баллистика Вот Из Минусов Управления Ребята Из Минусов По Двигателю Или Трастером Будем Так Говорить Разгоняюсь До Максимальной Скорости Максималка У него 1100 У вас 1099 Ну Грубо Говоря 1100 Это Хорошая Скорость Для Корабля Такого Размера То Не Каждый Тяжелый Истребитель Как Ну Ему Чтобы Вас Догнать Нужно Будет Время Неплохая Скорость Вот И Торможение Нажимаем С Выключаем Круиз Контроль И я Шифтую Чтобы Затормозить Посмотрите Как он Тормозит Торможение У него Ребята Очень Такое Длинное И Не совсем Удобное Долго Тормозит И Причем Из Любого Положения Из Самого Верхнего Положения Долго Тормозят Почти Все За Исключением Может Каких-то Мелких Истребителей Но Он Даже Долго Тормозит Когда У вас Будет Вот Здесь Вот Стоять Тяга Даже С Этого Положения Все равно Торможение Долго Размещать Наземную Технику Внутри Валькирии Тоже Очень Удобно Для Выполнения Боевых Миссий Каких-то Тех Бункеров Если Вы Не Можете Подлететь Близко Бункеру Там Четыре Турели По Периметру Будет Стоять Вы Не Можете Посадить Свой Корабль Безопасно Вам Нужно Будет Садиться Вдали В Километре Может В Двух И На Но Это Не Говорит О Том Что Только Это Можно Брать С 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 Ничего Плохого Не Происходит Никаких Дерганий Багов Ничего Нет Я Так Летал Я Так Делал Квантовые Прыжки Я Даже Замайнил Один Кристаллик В таком Положении Все Работает Хорошо Никаких Проблем С 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 Человека В Команде Грейк От Роков Сюда Можно Запихнуть Аж На Четыре Штук Если По Одному Загонять И Плотненько Прижимать К стенке То Сюда Можно Поставить Четыре Грейк От Рока Если Конечно Урс От Убрать Ну Делать Так Не Вижу Логики Никакой Лучше Разбиться На Две Команды И По Два Человека На Двух Корабля Потому Что По Три Четыре Пускай Два Там Кристалла Вы Будете Находить Вы Будете В Четвером Пока Выгонять Эту Технику Пока Загонять Ее Обратно Вы Больше Потеряете Времени Идеальнее Всего Возить С собой По Два Грейка Трока Два Друга И Если Вы Встретили Три Четыре Пять Камней Вы Вдвоем Вылетаете Заманиваете Эти Камни Обратно На Корабль Допустим Вдвоем Копите На Какой То Корабль Сначала Одному Другу А Потом Вдвоем Копите На Другой Корабль По Другому Другому Другу Допустим Ну Вот Так Вот Мы Делали Раньше Когда Зарабатывали Да Вот Понятно Что Танк Новая Сюда Не Влезет Пихать Не Надо Баллиста И Вся Техника На Колесной Базе Баллисты Тоже Сюда Не Влезет Теперь Поговорим О Функционале Грузоперевозок На Валькирии Вы Видели При Открытой Рампе Что Внутри Полно Физического Пространства То Вы Можете Легко Выполнять Миссии Деливери С Доставкой Ящиков Любых Каких Хотите Ящиков Туда Можно Загрузить Дофига Также Вы Можете Участвовать Загрузить В свой Корабль И Продадите Тем Больше Заработаете Такие События Не Всегда Работают И Включают Только Иногда Также События Ксено Угрозы Ивент Тоже Включается Иногда Там Тоже По Заданию Можно Кстати Вот Смотрите Подсказка На Ивент Ксено Угрозы Кому Интересно Что Там Нужно Делать И Как Делать Вот Выскочил Там Тоже Много Ящиков Нужно Возить То Ваша Валькирия С Этим Тоже Справится Будете Мультитулами Грузить Все Будет Хорошо Но Если Вы Закупаете Товары Через Вот Такие Терминалы На Станциях Вы Хотите Поторговать Где-то Перепродать Это Плохая Идея Потому Что У него Всего 30 С Написано По Тактико Техническим Если Характеристикам По Сайту Erkul.games И я Так Говорю К тому Что У Проспектора Допустим Если У вас Есть Проспектор И Вы Хотите Ну Свой Личный Не Арендованный Чтобы На него Могли Поставить Обвесы Нужные Примочки Лазеры Вы Можете Зарабатывать Даже Больше Чем На Грейк От Роке И Удобнее Вот Смотрите Выскочила Подсказка На Видео Как На Своем Проспекторе Зарабатывать Чистите Вам Нужен Будет Все Равно Какой То Грузовик Если У вас Нет Никакого Грузовика Можно Там Ж Себе На Этих Станциях Арендовать Катлас На Сутки И Продать Но Катлас Стоит На Сутки Больше 30 Тысяч Зачем Вам Тратить Деньги Если У вас Допустим Будет Валькирия К примеру К тому Времени И Вы Сможете Просто Использовать Его Как Грузовик 28 СЦУ Не факт Что Вы На Проспекторе Всегда Забьете Квантаниум Свой Проспектор На Даже На 30 СЦУ Всегда Бывают Лишние Элементы Какие Лишние Ну В общем 100% Квантаниум Забиться На 31 32 СЦУ Это Будет Очень Редкое Событие В основном У вас Будет Забиваться До Тридцатки И Если У вас Получилось Что Очередь На Очистку 28 СЦУ Вы Можете Перевести Эту Очередь За Один Раз На Валькирии Продат В Каком То Городе То Есть Эту Функцию Он Тоже Поддерживает И Это Очень Удобный Кораблик В Год И А Теперь Давайте Посмотрим Как Это Все Будет Выглядеть Проходим Через Шлюзы Выходим На Поверхность Деймара У нас Уже Расцвело Комбинезон Мой Температуру Держит Высокую Не Очень Это Просто Комбинезон Без Брони Поэтому Там Где Жарко Особенно На Оберди Смотрите У вас Будут Читанные Минуты Прежде Чем Вы Откиснете Понятное Дело Что Всю Технику Нужно Выгнать Будет Изнутри Потому Что У нас Все Пространство Занято Грузом Смотрите 30 28 СЦУ Это Будет Выглядеть Вот Так Чтобы Сохранить Проход То Есть У Него Полно Еще Место До Потолка Но Оно Не Занимается Почему То Ребята Видите Оно Занимает Грузами Только Вот Этот Объем Всего Лишь На 28 СЦУ Теперь Про Цифры Тактико Технические Характеристики Для Получения Информации Будем Использовать Сайт Erkul Games Ссылка На него Есть В описании Под Этим Видео Рекомендую Особенно Новичкам Хороший Калькулятор Много Полезной Информации По Кораблям Их Обвес Ищем В списке Валькирию Вот Наша Валькирия Смотрим Роль Дроп Шип Транспортный Корабль Ваше Внимание На Поведение Пилота Турельщики Своё Дело Будут Делать Будут Стрелять Пилот Должен Стараться Держать Корабль В бою Именно Боком К врагу Высотой Если Вы будете Разворачиваться Пузом Или крышей У вас Будет Большая Площадь Попадания По вам Это Касается Всех Плоских Кораблей Особенно Хаммер Хэда И Валькирии Пилот Должен За этим Смотреть По возможности Вы должны Держаться Боковой Стороной Где низкая Высота К врагу И У Валькирии Боковые Стороны Бок Крепче Чем Пузо Или крыша То есть Это слабое Место Крыша Или пузо Надо Боковиной Держаться Это Такое Маленькое Отступление Масса 621 Тысяча Тон Ой Тон Простите Килограмм Вот Карга 30 Но мы Видели С вами Что Загружается Только На 28 И Там Место По Два Ящика Было Почему Она Не Загрузила Полностью Возможно Это Бак Возможно Это Пофиксят Ну Будем Считать 30 Карга И Также У него Есть Дополнительный Инвентарь Капаси То есть В инвентаре Самой Валькирии Вы можете Размещать Какие-то Пушки Броню Какие-то Ресурсы И На Это У вас Есть Только 8 ССУ У многих Кораблей Полностью Все ССУ На Это Можно Забивать А Здесь Почему-то 8 Отделили Отдельно Валькирии И 30 Уже Под Загрузку Товарами Едем Дальше ХП 44 Тысячи Это Здоровье Неплохое Я вам Скажу По здоровью Ничего К нему Предъяв Никаких Нету Но По поводу Друг Двух Других Моментов Мы Сейчас Дальше Посмотрим Есть К нему Предъяв Почему Он не может Быть Сильным Каким-то Танком Он вообще Не танк На нем Нужно Работать Быстро На больших Скоростях И чтобы Все ребята Помогали Отстреливаться Едем Дальше 160 метров В секунду У него Скорость Без буста 1100 Мы проверяли Скорость С бустом Хорошая Скорость Вот Ну тут Дальше У нас Бак Гидрогена 945 Тысяч Это Хороший Бак Если В следующем Году Уже Выходит У нас Новая Система Пайера И там Проблемы С дозаправкой Будут Сложны Уже Дозаправиться И топливо Получить То корабли С хорошими Баками Будут Как бы Там Навес Золото И Квантаниум Бак У него На 2500 Это тоже Неплохо В любую Точку Стэнтона Можно Прыгнуть Конечно Не супер Пупер Ну средненький Хороший Бак Щиты Вот у него Это Даже можно Сказать Три Есть вещи Которые Делают Этот корабль В защите Плохим У него Система Щитов Фронтбэк Не квадрантная Как вот Допустим У Старфарера А фронтбэк У него Только два Лепестка Которые Перед Загибают И зад Загибают И на бока Попадает То есть Если снимают Щит спереди Снимаются Щиты С боков Частично Если сзади Снимается Щит Он и бока Тоже Это делает Неуязвимыми Если у вас Квадрантная Система Это четыре Лепестка Спереди Сзади И по бокам По лепестку Они снимаются Отдельно И можно Всегда разворачиваться Другим боком И ждать Пока тот бок Первый Который сняли Восстановится То есть Это первый Минус Валькирии В обороне В удержании Урона Вот И второй Минус Тоже Очень сильный Видите Почти у всех Кораблей Есть какие-то Бонусы По Поглощению Урона Ихним Корпусом То есть Корпус Выдерживает Допустим Вот у Терапина 7% Сопротивление Урону Физическому То есть Это баллистика Когда по вам Лупят И энергетическому Аж 15% От энергетики Вот Независимо от того Какое хп Хп может быть Одинаковое Но по разному Будет урон Проходить Из-за того Что есть Вот такие Дополнительные Проценты Вот у Валькирии По нулям Все Она вообще Как будто бы Не укреплена Это конечно Тоже Не радует Это второе Минус В обороне Вот Смотрим Стоимость 4 миллиона 454 тысячи 400 альфа уеков Ну дальше Когда углублено Будем рассматривать Сейчас Там тоже Это можно Посмотреть И где купить Идем дальше Углубляемся В настройки Попали мы В оснастку Вооружений И вооборудование Тут Повторяемся У нас есть От пилота Перп турель Которую нельзя Ни на что Заменить Замочек стоит Третья позиция Но пушки Ставятся на нее Две штуки Второго размера Можно это заменить На баллистику Вот тут куча вариантов Я люблю тарантулы Две тарантулы Можно поставить Ну баллистика Мы знаем У нас боекомплект Конечный У энергетики Все бесконечное Зависит от генератора А баллистика У нас Возит с собой Боеприпас Если боеприпасы Закончились Нужно лететь Перезаряжаться Тут уже Все на ваш Выбор Дальше У нас идет Турель С одной Тройкой Это та турель Которую мы проверяли У нас их там Две Дистанционные управления И вторая турель Тоже такая же На дистанционное управление Можно тоже там Поставить тарантулу К примеру Давайте везде Ставим тарантулу И посмотрим Что у нас получается По ДПС Если все Семь человек Будет вести огонь По цели Вот Также у нас Еще вот турель Этот турель идет Нижняя или верхняя Ставим Тарантулы Иная Тоже Вторая Нижняя или верхняя Какая из них Нижняя Какая верхняя Это не важно Вот Так Где мои тарантулы А вот они Так Тарантулы И две единички Это те два Пулемета Останковых Которые занимают Люди Там где открываются У нас сзади Мы помним Отсеки И по этим отсекам Как и по ступенькам Можно залезть Еще в корабль Ну давайте тоже поставим Тарантулу Первого размера И туда И туда Не факт Что эти ребята С задней части Смогут попадать Так же Как все остальные Ну допустим Тем более Первые размеры Каши не сварят Вот Теперь смотрим Общий ДПС У нас Здесь Тысяча С двух Тарантулов Дальше Смотрим У нас Тысяча Двести Пятьдесят Это уже будет Две Двести Пятьдесят Грубо говоря Потом идет Еще Три Пятьсот Четыре Семьсот Пятьдесят И восемьсот Пятьдесят Это получается Где-то Пять Пять Шестьсот Это офигенный ДПС Ребята Это круче Чем Наверное У Констеллейшена Даже если На Констеллейшен Андромеду Всю баллистику Поставить Он Пять тысяч С копейками Не выдаст А здесь Если все Ребята Будут выдавать По огневой мощи Конечно Этот корабль Вообще Красавец Но по защитным характеристикам Ни о чем Вот и третий Минус По защите Это всего лишь два щита Второго размера Для корабля С размерами Сорок восемь метров Констеллейшен Размеры 60 метров Там лишь 62 У него уже третий щит Один стоит А третий щит Это сто тысяч хп У этого два щита По девять Ну пускай мы поставим Даже военные модификации Самые лучшие То у нас вырастет Это значение 20 с лишним тысяч Ну так себе Естественно Ставим военные Обвесы То нам нужно Чтобы охлаждение Было военное Хорошее Да Генератор То что у него Два генератора Ребята Второго размера GS400 Это круто То есть на него Можно поставить Везде энергетику В электро В турелях Не париться Допустим С баллистикой Потому что баллистику Перезаряжает И неплохо Все будет По количеству выстрелов В каждой турели Все хорошо Мы это тоже обсуждали Из-за того что Два генератора И второго размера В этом плане Он хорош Вот И конечно же Кулера охладительные Тоже Надо ставить Какие нибудь Авалансы Это уже не столь важно Главное чтобы военные были Если мы Военную модификацию И Quantum Drive Видите Он летит На стоковом двигателе На расстоянии От Крусейда Радохерст За 3 минуты 11 секунд Это хороший результат Это в среднем Так все корабли Летают Медленные Это которые 4-5-6 минут летят Вот как мы с Караком Проверяли на стоковом В прошлом гайде 6 минут стоит сток Quantum Drive Конечно если это Заменить на военный Он будет более Прозорливый Тот же Егерь поставить Но лететь уже будет 2 минуты 2 секунды Но квантаниума Будет тратить Тратить уже больше И все равно Даже с этим двигателем По стентону Можно прыгнуть Видите Везде все зелененькое По любым направлениям Бака хватает Вот Ну и 20 трастеров У него есть Мы полетные испытания Проводили В этом плане Все хорошо Так Здесь дополнительная информация Которая тоже На первой странице была И по поводу Покупки Всего вот этого Все что вы выбираете Здесь указано Где купить Сколько стоит И даже название магазина Вот Если даже саму Валькирию Вы хотите купить Нажимаете опять На Валькирию Вот она Зона 18 Это у нас Планета Аркорп Магазин Астра Армада Стоит цена Это я уже произносил На этом я буду заканчивать Обзор по Энвил Валькирии Если я что-то упустил Обязательно Дополняйте меня Ребята В комментариях Под этим видео И также в описании Под этим видео Есть реферальная ссылка Перейдя по которой Вы попадаете на официальный сайт robertspaceindustrias.com И можете зарегистрироваться И купить себе игру Если зарегистрируетесь По моей рефералке Получите себе На аккаунт 5000 игровых бонусов И мою поддержку В дальнейшем по игре Вопросы можно задавать В мой дискорд В описании Ссылка Также под видео На мой дискорд Там же мы собираемся Играем Также в описании Под видео Есть ссылка На нашу корпорацию FreeCitizens Тоже нажимаете Переходите на официальный сайт Нажимаете кнопочку Потом я вас добавляю Также вопросы Мне можно задавать В комментариях Под видео Тоже буду стараться Отвечать И не забывайте Конечно же прожать лайкосик И колокосик Подписаться Если вам интересен Этот контент Он вам по душе А на этом буду заканчивать Ребята еще раз Всем спасибо за внимание Пока-пока До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok